Трагедия жизни в том, что мы слишком быстро стареем, а мудрыми становимся слишком поздно. Выбирать друзей не спеши, менять их, тем более. Помните, что деньги обладают способностью размножаться. Я не хочу быть хозяином, равно как не хочу быть и рабом. В этом выражается мое понимание демократии. Мне не нравится этот человек, значит надо познакомиться с ним поближе. Надо смириться с возможностью смерти. Стоит перестать мечтать о вечной весне, Тогда и лето, и зима будут дарить счастье. Мы не мыслители, у нас зарплата не та. Человек, который дарит, хочет испытать радость. Нельзя ни в коем случае отнимать у него эту радость. Вот так живешь, 45 лет уже, все думаешь, ничего, когда-нибудь буду жить хорошо, легко, а время идет. И так и подойдешь к этой самой ямке, в которую надо ложиться, а всю жизнь чего-то ждал. Спрашивается, чего надо было ждать, а не делать такие радости, какие можно делать. В служении делу или любви к другому человеку, человек осуществляет сам себя. Чем больше он отдает себя делу, чем больше он отдает себя своему партнеру, тем в большей степени он является человеком, и тем в большей степени он становится самим собой. Все можно отнять у человека, за исключением одного, последней частицы человеческой свободы, свободы выбирать свою установку, в любых данных условиях, выбирать свой собственный путь. Человек имеет право считаться виновным, и быть наказанным. Отрицать его вину посредством объяснения, что он есть жертва обстоятельств, значит отнимать у него его человеческое достоинство. Великие деяния складываются из множества незначительных поступков. Читая книги, равно как и смотря картины, нельзя ни сомневаться, ни колебаться, надо быть уверенным в себе и находить прекрасным то, что прекрасно. Книга — это не только все произведения литературы, но также совесть, разум и искусство. Есть люди, которые отрицают добродетели достоинства женщины, потому что случай сводил их все с пустыми и легкими женщинами, потому что они не знали ни одной женщины высшей натуры. Кому нечего сказать своего, тому лучше молчать. Всякая любовь истинна и прекрасна по-своему, лишь бы только она была в сердце, а не в голове. Тот, кто может терпеть неудачу, сможет добиться многого. Права каждого человека ущемлены, когда права хотя бы одного человека находятся под угрозой. Толерантность не предполагает отсутствие приверженности к своим собственным убеждениям. Скорее оно осуждает угнетение и преследование других. Каких взглядов придерживаются массы и каких не придерживаются, безразлично. Им можно предоставить интеллектуальную свободу, потому что интеллекта у них нет. Каждое поколение считает себя более умным, чем предыдущие, и более мудрым, чем последующие. В массе своей люди слабы и трусливы, не готовы к свободе и боятся правды, а значит, надо, чтобы кто-то сильный управлял ими и обманывал их. В погоне за главным не пропустите второстепенного. Достаточно и трех пальм, чтобы почувствовать себя в оазисе, и одного дурака, чтобы почувствовать себя в пустыне. Жена создает климат, а муж делает погоду. Наше тело все время говорит с нами. Если бы мы только нашли время послушать. Каждая клетка тела, реагирует на каждую нашу мысль и каждое слово. Гоните прочь мысли, которые делают вас несчастными, делайте вещи, которые вам нравятся, встречайтесь с людьми, с которыми вы себя хорошо чувствуете. Критика всегда причиняет боль человеку, либо наносит вред. Если кто-то спрашивает ваше мнение, постарайтесь избежать таких формулировок, которые приблизились бы к осуждению или критике. Широкий провал мысли часто пытаются перепрыгнуть, и тогда падают прямо в него. Ничто нельзя предугадать. Все происходит под небом, которое ни о чем не предупреждает. Мудрость — свет любви, а свет питается любовью. Чем любовь глубже, тем она становится мудрее, и чем мудрость возвышеннее, тем более она приближается к любви. Чрезвычайно мало нужно для того, чтобы ободрить красоту в чьей-либо душе. Спящих ангелов легко разбудить. Некий римлянин, пообедав в одиночестве, сказал, сегодня я поел, но не пообедал. Война — это зло. Ее ведут с помощью больших несправедливостей и насилия. Но для честных людей и на войне существуют некоторые законы. Нельзя гнаться за победой, если выгоды, какие дает она, будут приобретены путем низости и преступления. Подобно огню, который в тростнике, соломе или заячьем волосе, легко вспыхивает, но быстро угасает, если не найдет себе другой пищи. Любовь ярко воспламеняется цветущей молодостью и телесной привлекательностью, но скоро угаснет, если ее не будут питать духовные достоинства и добрый нрав юных супругов. Кого Бог хочет наказать, того прежде он лишает разума. Помните, что даже самый тяжелый час в вашей жизни — всего 60 минут. Для многих странница надежда, залог блаженства, но для многих она — пустое обольщение, людских безудержных желаний и неисполнимая мечта. Тысячи людей жили без любви, но ни один без воды. Всякий герой смертен, пока не умрет. Человек, творящий историю существо, которое не может ни повторить свое прошлое, ни избавиться от него. Очень трудно согреть сердце, когда оно обморожено болью. Самое сложное в отношениях — это чертовы переходы от надежды к отчаянию, от уверенности к сомнениям. Есть люди уютные, как дом. Обнимаешь их и понимаешь — я дома. Я весь женский пол делю на две части. На женщины непонятно на что. Причем непонятно, что 90%, а 10% — женщины. Но я понимаю, не их в том вина. Быт, система, власть. Я не понимаю и мужчин, которые пишут о своих любовных победах. Сразу возникают сомнения по поводу их сексуального здоровья. Раз утверждаются в женских тиражах, значит, есть какие-то проблемы. Если я сейчас стану писать, кто у меня был, ну трехтомник будет точно. Если не знаешь, как играть, то играй странно и прославешь гением. Всегда будет огромная разница между теми, кто спрашивает, почему ничего не получается, и теми, кто спрашивает, как сделать так, чтобы все получилось. Люби своих врагов, хотя бы ради того, чтобы действовать им на нервы. Иногда стоит немного подождать, чтобы маятник качнулся в другую сторону, что было на дне, всплывает, а что плавало на поверхности, тонет. Обычный человек, совокупность рутин, идей и традиций. Если идти по этому пути, ты познаешь рутины, идеи и традиции, свою тень. Ты не познаешь себя.